Добрый день дорогие зрители, с вами Open Science in Ukraine и меня зовут Гуслистый Артём. Сегодня я покажу и расскажу вам, как зарегистрировать свой журнал в индекс Коперникус International, она же EC. Что это такое? Это международная наукометрическая база данных, созданная в 1999 году в Польше. Она имеет ряд инструментов оценки производительности, которые позволяют отслеживать и устанавливать значимость науковых публикаций, вклада отдельных ученых и научно-исследовательских учреждений. Индекс Коперникус также осуществляет традиционное реферирование и индексирование научных публикаций. То есть зарегистрироваться здесь абсолютно можно бесплатно. По итогу вам после заполнения анкеты будет присвоен импакт-фактор. ECV называется он. И будет, в принципе, очень престижно считается, когда ваш журнал имеет индекс Коперникус, причем не лишь бы какой, а высокий импакт-фактор индекс Коперникус. Как сюда попасть? Нужно начать с регистрации. То есть мы регистрируем свой журнал. Тогда, прошу прощения, вот регистрируем журнал. Ссылка будет в описании под видео на эту базу. Мы можем переключить на английский язык вверху справа, где флажок, британский. Обычное поле регистрации, форму, почта, пароль, как вам обращаться, имя, фамилия. Если вы нажали галочку, нажали Next, вам придет письмо с подтверждением, ссылкой, вы по нему переходите. И, в принципе, все. То есть мы это уже сделали. Мы теперь просто логинимся и открывается вступительная страница ECJournal's Master List. Это, собственно, есть наша база данных. Индекс Коперникус, где написано... Ну, здесь единственное, вы видите, 2015 год. То есть еще регистрация за 2016 год рейтинга. Хотя сейчас на дворе уже мая 17-го. То есть где-то через месяц, скорее всего, откроется регистрация в июне на 2016. И тогда они изменят свои данные тут. Мы будем регистрировать scientific journals в полоне университет с разрешения редакторов. Так, переходим на MyJournal's. Мы здесь уже заполнили, в принципе, всю информацию, дабы не терять время. Сейчас мы вам покажем, как это сделать. Ответим на некоторые вопросы. То есть изначально у вас откроется пустое окошко. Вот такая вот формочка. Где ICCN номер. И название журнала. Все его вставили, нажали Adjournal's. Adjournal. Есть. У вас здесь будет вместо 100% 0% и Not Cent. То есть переходим к заполнению анкеты. Это вот Edit Questionnaire. Здесь у нас идет описание всего процесса. То есть проходит он в целом в 4 шага. Но нам с вами важен первый, второй. Это то, что мы с вами должны сделать. То есть первый шаг это заполнение анкеты. Вот все формочки. И все названия форм, которые нам нужно заполнить. Они уже галочками отмечены. Мы их заполнили. Сейчас пройдемся по ним. И второй этап это отправить печатный, либо же отправить печатный вариант в офис в Варшаве. Индекс Коперникуса. Либо же выслать доступ на почту, ну от вашего сайта, на почту Коперникуса. То есть чтобы они могли в онлайне это оценить. Дальше они оценивают журнал. И по итогу дадут вам индекс Коперникус Валуэ. То есть Impact Factor индекс Коперникуса. Переходим к заполнению анкеты. Нажимаем старт. И вот у нас данные. Что мы здесь видим? ICCN. Print онлайн в данном случае мы ввели. Год, когда были присвоены ICCN. Прошу прощения, наоборот онлайн принт. В каком году они были присвоены. Точно так же title на оригинальном языке. Год, когда был присвоен. На английском то же самое. Аббревиатура, если есть, тоже год указать. Не обязательно, но чем больше заполните данных в этой анкете, тем сильнее вам будет присвоен Impact Factor. То самое, за что борются все журналы Impact Factor. И какое название используют авторы, когда ссылаются на ваш журнал. То есть, если вы его не знаете, можно оставить пустым. Жалко нажимать Save возле каждого заполненного поля, потому что может не сохраниться. И нажимаем Next Step. Здесь мы видим, доступен ли журнал в печатной версии, в электронной версии. Количество циркуляции копий, сколько копий выходит в вашего журнала. То есть, тут ставите число, которое обычно на последней странице указывается, в печатном варианте. Если вы знаете, то с типографией вы знаете, сколько там. Теперь характер журнала у нас научный. Страна журнала у нас Poland. Это у нас идет издатель. Почему-то пропустили мы это поле. Есть. Опять страна издателя Poland. Частота выхода журнала у нас-то в квартире. То есть, четыре раза в год. И все ли опубликованные статьи платные. Ну, то есть, если у вас включена платная подписка на журнале, на сайте. То есть, включена ли, вернее, платная подписка на журнале. У нас нет. Поэтому нажимаем Save. Странно, почему-то не сохраняется. Видно, с сайтом какие-то проблемы. Ну да ладно, еще все равно форма 16-ая не открыта до конца. То есть, еще какие-то могут они поправки сюда внести в саму форму. В любом случае, в конце, уже когда откроют регистрацию на 16-й год, нужно будет заново просматривать все эти пункты. То есть, в принципе, один и тот же будет. Нажимаем Next Step. Это у нас дисциплины сейчас. Выбираем, какие основная дисциплина журнала. То есть, тоже очень важно для вашего журнала выбрать, желательно, одну основную ветвь развития. То есть, вот здесь социальные науки. Дополнительно. Это идут вот это. Потом тоже выбираете здесь, в общем, все основные ваши направления журнала. И выбираете в конце дисциплины журнала Под Томссон Рейтерс. Ориентируется Куперникус Под Томссон Рейтерс. Нажимаем Save. Next. Какая информация расположена на обложке всех выпусков в 2015 году, прошу прощения. То есть, у нас стоит CCN. У вас же это может быть, в принципе, все из списка. Вплоть до месяца, когда публикован журнал. В электронной версии, в 2015 году, ну, в принципе, думаю, вы понимаете, что вы публикуете на журнале, на обложке, в электронном виде, на журнале, на сайте. То есть, ну, выберите, что здесь надо. Адрес вашего журнала. Какая информация есть на сайте журнала. То есть, тоже, соответственно, выбирайте. Ну, в принципе, думаю, вот этот у всех должно быть. То есть, название CCN, перечень, редно-редакционная коллегия и редакторы журнала. То есть, информация у них. Здесь ставим Yes, Yes. Доступна ли информация на главной страничке. То есть, тоже желательно, рекомендуем. В принципе, все так и делают, что на главной странице вывешивать свой CCN и название журнала, кроме информации about journals. То есть, кроме информации о журнале. Останавливается ли сайт на обновление? Вернее, останавливается ли журнал? Когда обновляется сайт? Ну, что такого рода нет. То есть, у нас что журнал, что сайт при обновлениях. Ну, скорее всего, так к сайту относятся. Они работают стабильно, без перебоев. Какая информация есть в статьях, публикованных в 2015 году? То есть, тоже, опять-таки, вам видней. В нашем случае, это у нас есть keywords на оригинальном языке, на English, место работы авторов, даты, когда они подали рукописи в этот журнал и когда их приняли. То есть, эта информация, видите, тоже Коперникусу важна. Есть ли инструкция для авторов? Следующий пункт. Указана ли структура статьи? Указан ли формат ссылок? То есть, тоже все под... Ну, вот здесь вам видней. Вот по нашему примеру, здесь так. Также надо указать ссылку, где это все находится. Нажимаем опять save. Переходим в next tip. Публикует ли журнал в печатных вариантах? Процесс рецензирования. То есть, ну, нет. Сомневаюсь, что это кто-то делает вообще в странах СНГ. Ну, вот. Такой пункт есть. Подробное описание процедуры обзора. Ну, тоже нет. Так, ну, здесь. Вот вы видите, что выбрали мы. В принципе, советуем выбрать и вам. Потому что это такие пункты, которые должны быть, в принципе, в каждом журнале. Обязательно. То есть, долго перечислять все. Видите на экране, что мы выбрали. То есть, процесс рецензирования у нас double blind reviews. И здесь у нас идет какой процент какой процент рецензентов не из журнала, что-то такого рода. Ну, 90% вполне, в принципе, нормальное. Число очень даже хорошее для журнала. Поэтому редакторы молодцы, работают над журналом. То есть, мы высчитывали, да, серьезно сидели, считали. Вот так получилось. То есть, тоже видите, да, что мы выбрали. Конфликт интересов. Он присутствует. Информация про соавторов. То есть, и оригинальные научные статьи. Нажимаем save. Next tip. Первый год публикации. С какого года у нас стабильно выходит журнал? Ну, так правильно ли? Да, с какого года стабильно выходит журнал? Потом. Были какие-то промежутки больше, чем в 6 месяцев между обещанной датой публикацией и итоговой? То есть, в данном случае нет. Надеюсь, у всех здесь нет. Были ли какие-то ошибки, двойные публикации, выпусков в промежутках 14-15 года? Надеюсь, тоже ни у кого их не было. Ставим нет. Ну. И next tip. Есть ли у вас импакт-фактор Томпсона Рейтерс? В данном случае нет. У кого есть, это уже не первый год и в Коперникусе, и в Томпсоне. У них есть свой импакт-фактор. Пожалуйста, вводите его сюда. количество научных статей, опубликованных в 2012, 2013, 2014, 2015 году. То есть, он высчитывается за 4 года. К сожалению, здесь на данном этапе еще не опубликованы статьи в электронном виде. Но мы обязательно заполним здесь, потому что журнал с 2007 года издается. То есть, мы, или просто редакторов, узнаем количество статей, и здесь их заполнен. Сейчас у нас время снятия видео. Не удалось эту информацию добыть. Потом, в каких базах данных включен ваш журнал? В каких базах данных? Вы выбираете здесь по списку базы данных, в которых включен, именно включен уже. Они подали заявку, да там, в предыдущем, допустим, видео, этот Дуаш. А именно, мы уже должны быть в этой базе. То есть, мы выбрали, соответственно, свои базы, добавили, можно уже дтбс нажать и добавить свои 5 баз, в которых есть журнал, не из списка. Нажимаем Save и Next Type. Так. Что-то ему не понравилось. Заполните поля. Надо тут, наверное, нули поводить. Так, не захотел. А, и галочку No Impact Factor нажать надо, если у вас его нет. Save it. Все есть. Next Tip. Так. Здесь у нас идет, что использует редакционный персонал журнала, редактор. В 2015 году использовали, прошу прощения, электронные редакторские системы какие-то. То есть, я так понял, через подсказку компьютер, софтовер, то есть, через компьютеры автоматически редакционный процесс обеспечивали компьютеры. То есть, и подачу через электронную просто почту сброс, сбрасывали. Теперь, какой библиографический стиль используется в журнале в 2015 году? Это APA. То есть, здесь BIPTEX. Теперь, сколько, какой процент журналов, статей за 2014 керой 15 год доступны в онлайне. То есть, ну, 100%. Тут тоже все понятно. Префикс DOI. Если у вас есть заключен договор с Crossref, об этом мы расскажем в других видео. У вас есть свой префикс DOI. Вводите его сюда. Так, здесь ставим нет. пункт в ранних публикациях. На сайте появилось раньше, чем в печатном виде. То есть, мы ставим нет, а вы там, как у вас такое дело. В каком формате доступно в онлайне. PDF ставим save. Теперь следующий пункт это language. Здесь у нас на каких языках в сайт журнала у нас три языка. мы выбираем Polish English Ukraine. Потом сколько статей на каждом языке за 2014-2015 год. То есть, мы пересчитали все статьи, которые есть за 2014-2015 год. Открывали каждый выпуск, каждую статью и смотрели, сколько их там есть. то есть, вот мы насчитали это наши цифры украинские. Язык мы вообще не нашли. Поэтому пустое поле. А все ли статьи за этот промежуток на английском? Да. Ну, содержит title и abstract. То есть, название и abstract на английском. То есть, в нашем случае да. Вы смотрите, как там у вас. теперь какой процент авторов и авторов статей опубликованных в 2014-2015 году с других учреждений. То есть, тоже мы подсчитывали это все сами в процентном соотношении. Опять-таки смотрели, кто откуда публикуется. Здесь в общем, здесь мы поставили 15% с переводом проблемы, простите. тоже рассчитывали. И процент с других учреждений состава редакционной коллегии. То есть, тоже рассчитывали. Вот у нас такие числа получились. Нажимаем Next Type. Здесь у нас степень редактора, имя, отчество, фамилия, его позиция в журнале, место работы, страна и почта. То есть, к примеру, у нас нет автозаполнения. Да, нет автозаполнения. Ну, вот мы ввели. Потом нажимаете Add, если у вас несколько человек, либо же один. В любом случае, после заполнения нажимаете Add, у вас появляется вот такое вот поле заполненное. Теперь, где находится офис, то есть редакция, тоже заполняете. Название института или компания, улица, постелкод, понятно, это индекс, город, страна, почта, телефон. Нажимаем Save. Телефон надо без плюса. Чуть, идет код страны и пошел номер телефона. Потом Editor, то есть редактор. То же самое, что, в принципе, ввели мы в предыдущем пункте внизу, опять-таки, институт, улица и тому подобное. Только здесь еще добавить, добавляйте поле адрес, но веб-сайт, в смысле сайт, добавляйте издательство, если он есть. Next нажимаете Add, она добавляется и нажимаете Next Tip. Здесь мы видим, что ICC, который мы ввели, название журнала на языке оригинала. Благодарны за то, что мы подали свой журнал в 2015 год. И перед тем, как отправить нашу анкету, пожалуйста, проверите, вернули заполненные данные. Нажимаем The Questionnaire Preview 2015 PDF. Открывается наша анкетка в PDF, которую мы с вами только что заполнили. Проверяем, все ли здесь правильно, все ли здесь соответствует тому, что мы ввели, истине, правде. Если что-то не так, мы переходим в пункт, в котором мы заметили ошибку, меняем на правильную. Опять нажимаем Save, возвращаемся сюда, опять просматриваем. И когда у нас, в принципе, все хорошо, мы можем отправлять эту анкету. Как это сделать? Какая что-то здесь написано. Когда онлайн запрос, анкета будет закрыта, и вы не сможете ее отправить без отправленного запроса, журнал не будет индексироваться в ISM Master Journals Master List 2015. То есть, хорошо, спасибо, мы поняли. Возвращаемся в My Journals. Здесь будет в 2016 году, через буквально месяц-полтора-два. Появится кнопка Send, сейчас ее нет, потому что регистрация уже в 2015 закрыта, понятно по каким причинам. Но сейчас вы можете заполнить эту анкету, это облегчит вам время, сэкономит через месяц, пока еще не открыта регистрация. Потом у вас появится кнопка Send, вы отправляете свою вот эту PDF автоматически в Коперникус, и у вас здесь будет написано Send, или Send будет написано просто Send. После этого вы берете либо же печатные варианты своих журналов за последний год, в конвертик и по адресу редакции отправляете в Форшаву, либо же на почту пишите в Коперникус, что мы предоставляем вам доступ, даете ссылки на ваши статьи, можно зарегистрировать пользователя под Коперникус, дать им логин, пароль, чтобы они залезли, посмотрели по сайту, то есть не исключен такой вариант, на них явно ничего там не наклацают, как бы и в принципе все скорее всего либо осенью, либо зимой 2017 года, то есть может даже в начале уже 2018 года вам присвоят, скорее всего осень, конец, осени, конец, может даже декабря 2017 года вам присвоят ECV, то есть Impact Factor Коперникуса за 2016 год, вот в принципе и все, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если у вас будут вопросы по видео, можете их оставлять в комментариях, либо писать нам на почту, всего доброго.